Мы не будем превышать регламент, то есть я думаю, что в час мы закончим. Тема моя сегодня, если можно, проектор нам нужен. Не работает, да? Жалко. Будем тогда читать и с переводом. Также мы укрепляемся Господом и могуществом силы Его. И я продолжаю тема Духовной войны. Сегодня я хочу открыть знаменитую книгу, Послание к Ефесянам. Раньше мы ее учили наизусть. Что носит Духовный воин? Это Послание к Ефесянам, 6 глава. И здесь апостол Павел пишет. Пока прочту только один стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь кем? Укрепляйтесь Господом. Вы знаете, все это оружие, которое ниже перечисляется, оно не работает. Без Господа. Укрепляйтесь Господом. Заяквайте в Господа. И могуществом силы Его. И в силата на Неговото могущество. Вот я сегодня об этом. Вот моя основная мысль сегодня. И сегодня основная мысль из этого. О том, что мы знаем, что есть чресло, которому нужно опоясать свой пояс. Знаем, чьим чресло, с какой-то требуется завержим. Это не просто пояс, это пояс истины. Это не само пояс, а пояс на истина. Что еще подсказываете мне? Шлем спасения, да? Шлема на спасение эту. Вы знаете, ботинки готовности благовествовать этот мир. Заготовность. Чироки какие-нибудь, да, такие? Сандали. Да, раньше были сандалии с хорошей кожей. Приди собили сандалии от хубого кожи. Меч. Духовный, обоюдоострый. На ипаче написано всего. Духовен острый меч. Почему это очень важно? Нужно иметь щит веры. Которым можем угасить все летящие огненные стрелы лукава. В духовной войне это действительно очень важно. Важно иметь мощную защиту. Очень хороший, такой длинный щит. Шлем нужен. Кольчуга нужна. То есть хорошая защита. Потому что стрелы летят постоянно. И день и ночь. То есть даже спать нужна война в форме. То есть даже трябва да спим в тази униформа. Потому что стрелы летят даже ночью. Именно опять же по этой причине очень важно нам понимать, что укрепляйте с Господом. И точно по тази причина трябва да разбираме, че трябва да се укрепяваме в Господа. И вы знаете, вот сегодня я хотел бы спросить, кто он, какой он Господь. И днес бих искал да ви питам, какъв е той, кое е той Господ? Как вы могли бы его описать? Как бихте могли да го опишите? И я хотел бы сегодня, вот, конечно, нам очень важно знать и распятого Христа. И разбираться, трябва да знаем из-за распънатия Иисус. Что он перенес? Какво е прежавял? Когда шел по Виа Долароса. Когда его избивали кнутами римскими. И когда он висел на кресте. В каком он состоянии был, когда он явился учеником после своего воскресения. Но сегодня я хочу вам описать того Иисуса, который прославлен. Иисус, който бил прославен. И който вече се е възнесал. И възседает, одеснув Господа Бога на небесах. И где Библията описывает? И къде се описва това нещо в Библията? Знаете, это очень подробно описано в книгата Откровение. Давайте мы вместе откроем первую главу Апокалипсиса. Из девятого стиха. Иоанн описывает. Иоанн пишет. Брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа. Вы знаете, здесь написано в скорби, и в царстве, и в терпении. Я хотел бы поставить акцент на терпение Параллельно место говорит О том, что длаго терпение Божие Почитайте за спасение Вот почему Я хочу сказать вам сегодня одну мысль Ты можешь быть сегодня не в форме Ты можешь быть даже не в снаряжении Не владей духовным мечом Не носи щит веры И не носи щита на спасение И знать, что все равно тебя Господь защищает Почему? Потому что Он тебя очень сильно любит И милует И покрывает И долго терпит И ты вот выживаешь вот в этой духовной войне И ты можешь даже не молиться Можешь даже не читать Библию Можешь даже быть в грехе И все равно Бог какое-то время будет тебя покрывать И пак Господь в някакое время ще те пази Потому что Он тебя долго терпит За что-то ты долго терпи Но всегда ли так будет продолжаться? Сможешь ли ты так сохранить свое спасение? Сможешь ли так возрасти в меру полного возраста Иисуса Христа? Как вы думаете? Как все мыслите? Далее возможно Если мы будем игнорировать Писание И не будем общаться и разговаривать с Иисусом Будем пренебрегать Церковь И Его служителями То мы не выживем Тогава няма да уцелеем Мы не возрастем И няма да израстнем Мы ослабнем И нас ожидает вечная погибель И еще не очаква смерть Это тоже говорит Священное Писание Поэтому очень важно укрепляться Господом И вот сегодня я хочу прочитать какой Он С 10 стиха Я был в духе в день В какой день? Воскресный Вот воскресный день Он очень важен Вот не зря об этом пишет Писание Потому что это день Его воскресенье Именно в этот день Иисус воскрес И услышал позади себя громкий голос Как бы трубный Который говорил Я есим Альфа и Омега Первый и последний Сейчас У меня что-то другое написано Да Перевод может отличаться Альфа и Омега Первый и последний То что видишь Напиши в книгу И пошли церквям Находящиеся в Асии Какого ты видишь Напиши на книга И пройти го До седемте церкви В Ефес В Смирну В Пергам В Феотиру В Сардис В Филадельфию И в Лаудикию До Ефес До Смирна До Пергам До Театир До Сардис До Филадельфия И до Лаудикия Я обратился Чтобы увидеть Чей голос Говоривши со мной И обратившись Увидел Семь золотых светильников И посреди Семи светильников Подобного Сыну Человеческому Облеченному В Подер Священническую одежду И по персям Опоясанного Золотым поясом Голова и волосы Его белы Как белая И написано У меня ударение Даже поставлено Волна Болгары поймут Потому что По-болгарски Это звучит Волна Что такое волна? Это шерсть Волна Волна А глава-то И кусатому Бяха бели Като белая волна То есть Здесь на болгарском Написано В русской библии На болгарском Белая волна Как снег То есть Белая шерсть Очи его Как пламень огненный И ноги его Подобны Халки лавану Как раскаленный В пищи Но затем Му приличаха На лъскава Мед Като в пещ Пречистина И голос его Как шум Вод многих Он держал В деснице Свои сен звезд И имаше В деснице В силата си И когда я увидел Его То упал К ногам Его Как мертвый Кто упал Как мертвый Ученик Который Очень близко Знал Иисуса Христа Который Возлежал У него На груди Который Был близок Ближе всех Апостолов Имел Самое близкое Интимное Общение С Иисусом Когда он увидел Иисуса в славе Он упал Перед Ним Как мертвый Слышите меня? Вот он Какой прославлен Иисус И он положил На меня Деснице Свою И сказал Мне Не бойся Я ес им Первый И последний И живый И был мертв И ся жив Во веки веков Аминь И ето живее До вечни векове Имея ключи Ада и смерти И имам ключовете На смертта И на ада И так напиши Что ты видел Что есть И что будет После сего Напиши Прочие Това което си Видял И что значит И това Което има Да стане Подзире Тайна Семи звезд Которые ты видел В деснице Мои Тайната На седемте Звезди Които видя В десницата Ми И семи Золотых Светильников Есть сия И седемте Златни Светильника Семь звезд Суть ангела Семи церквей Седемте Звезди Са ангелите На седемте Церкви А вы знаете По книге Откровения Кого Иисус Христос Называет ангелами Знаете ли В книгата Откровения Кого нарича Иисус Христос Ангели Ангел в переводе Это вестник Это вестник Церкви Это тот Каждое воскресенье В первоапостольской церкви Каждый день Просто вещает В церкви То есть ангел Посланник Бога Для церкви Семь звезд Которые ты видел В десниц Мои Семь звезд Суть ангел И семи церквей Седемте звезди Са ангелите На седемте церкви И седемте светильника Са седемте церкви Да И семь светильника Которые ты видел Суть Семь церквей Седемте светильника Са седемте церкви Церковь Это светильник Церквата Светилник Проповедники В церкви Это ангелы А проповедности В церкви Са ангелите И это очень важно И това е много важно Вы знаете Сегодня стало очень популярно А зачем мне вообще церковь нужна? Я посижу дома. У меня есть интернет. Я послушаю самых популярных проповедников. Они так круто проповедуют. И самое главное, мне не надо ни перед кем читать. Мне никто не нужен. У меня все есть. Я духовный человек. И я спасен. Вот это, как вы считаете? Вы можете с этим согласиться? Съгласны ли сте с това? Почему вы с этим не согласны? Защо не сте согласны? Вы знаете, мы рано или поздно дадим отчет Иисусу Христу. И Он задаст нам вопрос. И нам придется перед Ним отчитать. Ни ще трябва да се отчитем пред Него. Что ты делал на земле? Являлся ли ты частью поместна церковь? Дали си был частью от местна церковь? Был ли ты послушан пастора своему, как мне? Дали си бил послушан на пастора, като на мен, на Господа Иисус Христос? И ты скажешь, но я же слушал пастора там по интернету. Он очень хорошо проповедовал. А ты имел с Ним общение? Дали си молил за този пастор? Поддерживал его молитвенные руки? Нет, Господи, я даже его не знаю. Я с Ним не знаком. Он очень далеко живет. Но он очень известен, очень влиятельен. Но самый страшный вопрос. Обаче най-страшний вопрос. Являлся ли ты частью? Дали си был частью команды? Дали си был частью екипа? Был ли ты частью видения церкви? Дали си был частью вижданието на церковь? Реализовал ли ты это видение? Дали си реализировал това виждание? Что ты лично сделал для поместной церкви? Какво лично си направил за местната церква? И какво си направил в Господното тяло? Ничего, Господи. Но тогда ты вне тела. Тогава си извън тялото. Я не знаю тебя. Не те познавам. Ты просто где-то циркулировал. И просто някоги си циркулирал. Может даже вошел в тело. Может даже си влязл в тялото. Циркулирал по кровеносному руслу. Циркулирал си по кровеносните съдове. Никак не усвоил си. Обаче никак не си усвоил. Ничего не сделал для меня. И не си направил нищо за мен. И просто был выброшен. И просто си был изхвърнен. Отпаднал си. Почему? Защо? Потому что не стал частью поместной церкви. Я скажу сегодня очень простую мысль. И аз ще кажу една много лесна мисля. Невозможно быть частью вселенской церкви. Че не е възможно да си частью вселенската церкви. Если ты не являешься частью поместной церкви. Ако не се явяваш частью местна церкви. Невозможно. Не е възможно. Это ерес. Това е лъжа. Это большое заблуждение. Това е голяма заблуда. Очень большая сатанинская лъжа. И вы знаете как много людей сегодня просто сидят перед телевизорами. И както мнозина хора днес стоят перед телевизорами. Очень удобно. Кушают чипсы. Ям си чипс. Запивают колы. Пия кола. Слушают интересных проповедников. И слушат интересные проповедники. И думают, что они спасены. И си мислят, че са спасени. Но вы знаете, моя обязанность сказать, что это лъж. Потому что к священному писанию это не имеет никакого отношения. Всего лишь одна иллюзия. Иллюзорное представление об Иисусе Христе. Знать Иисуса Христа. Позволять Ему жить в себе. Знаете, я сегодня прочитаю очень важное место. А это, между прочим, Ветхий Завет. И твой Старий Завет между другими. И это написано в четвертой книге царств. И выпишу его в четвертой главе царства. Шестая глава. А нет, четвертого царя, шестая глава. С восьмого стиха. Вот осьми стих. Надо будет проверить, это соответствует ли. Царь сирийский пошел войной на израильтян. А сирийский царь, который воевавший против Израиля. Будем по стихам. И советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать. Ну ладно, вы можете это место просто сами прочитать. Потому что я думаю, что кто-то даже это место прекрасно помнит. Речь идет здесь о пророке Елисей. И он имел очень близкие отношения с Богом. И то имал много тесни взаимоотношения с Бог. И когда вот этот сирийский царь узнал о том, что есть такой человек в Израиле, что он захотел сделать? Он послал большое войско, чтобы они пошли и взяли этого человека. Потому что все его секреции сразу становились известны израильскому царю. И это войско пришло и встало перед домом Елисея. И слуга Елисея вышел и увидел, что большая армия стоит. И пришел и рассказал Елисею, говорит, ты знаешь, что там творится? И сказал на Елисея, «Открой глаза моему услуге». И когда глаза услуги открылись, он увидел, что все горы просто были заполнены Божьей армией. Которые были во много крат больше того войска, которое пришло, чтобы взять Елисея. И които са били много-много повече от войската на Този, които изпросил да хванат Елисея. Я ничего не придумал. Можете сказать на это Аллилуйя? Можете ли да кажете Амин? И Елисея сказал, «Те, кто с нами, больше того, кто пришел к нам». Прошел к этому воеводе и сказал такое пророческое слово, чтобы все это войско ослепло. И потом сказал им, «Идите за мной». Я так понимаю, что они не полностью были слепы, потому что иначе бы они не смогли бы идти. И Елисей просто привел их в центр Самарии. Там, где стояло уже большое войско Израиля. Когда царь израильский вышел и увидел это войско, которое он мог легко перебить, потому что они были полуслепы. И он обратился к Елисею. Может быть, мы сейчас их побьем мечами? И смотрите, что Елисей ему отвечает. Это уже 22 стих. И сказал он, «Не убивай». Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют. И пойдут к государю своему. И нега уйдет при господаря си. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему, и не ходили более те полчище сирийские в землю Израилю. И така той им сложил много ястия, и след като ядоха и пиха, пуснах ги, та уйдоха при господаря си. И сирийските чати не дойдоха вече в Израиловата земя. И знаете, Елисей поступил по Божьей любви. Разве это ты их обезоружил? Кто это сделал? Это сделал Господь. Бог просто их обессилил. Бог их ослепил и привел их к вам. Для чего? Чтобы вы поступили с ними милостиво. Вы знаете, в Новом Завете есть одно хорошее, уникальное место, которое соответствует этому месту. И которое говорит, если враг твой хочет есть, и пришел в дом твой, накорми его. Если он хочет пить, напои его. Зная, что тем самым ты собираешь ему на голову огненные уголи. То есть, вот этим актом этим актом Елисей просто предал сирийцев полностью в руку Божьего. И Бог их сокрушил на уровне сердца. Они признали свое поражение. Они остались живы. И те са останали живы. Они познали, что Бог великий и могущественный. И больше не ходили с войной на Израиль. И повече не са идвали с война върху Израиля. Вот так война, правда? Ето това е война. Знаете, как одно уникальное место говорит? Как то и одно уникальное место казва. Если пути человека угодны Господу, то он и врагов его примеряет с Ним. Тогава и враговете му примерява с Него. Если пути человека угодны Господу, то он даже наших врагов примерява с Нами. Аллилуйя. Вот этого хочет Бог. Нам хочется иногда отомстить. Но Слово Божие говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Мне мщение, аз воздам. Аминь или не аминь? А как Бог мстит? Бог мстит так, чтобы тот человек, который тебе напакостил, он был сокрушен, он покаялся и так же был спасен, как и ты. Бог приобретает этого человека. Потому что Бог не желает смерти грешника, но желает, чтобы все пришли к покаянию. Это так или не так? Это Божья любовь. И смотрите, вот Библия говорит, что Бог с нами. И даже написано так, что если с нами Бог, то кто против нас? Это написано по сравнению к римлянам. Но я могу так сказать, что Бог, конечно, с нами. Но кто-то может привести такой аргумент. Вы знаете тот факт, что фашисты, когда шли войной, у них на военных фряжках, что было написано? У них было написано с нами Бог. Мы высшая нация. Все остальные нации это мусор. Две нации, которые мы хотим полностью устребить в этой земле. Это евреи, потому что они очень умные. Слишком талантливые. И мы их уничтожим. И это цыгане. Самая низшая нация, которая вообще, просто не знаю, неизвестно, как появилась на этой земле. И их просто надо истребить. Ну так или не так? И они шли вот с такой надписью. И искренне верили, что Бог с ними. И искренне заверили, что Господь из тях. Знаете, я сегодня открою последнее место. И оно написано в первом послании от Иоанна, в четвертой главе. Я бы назвал эту главу главой любви. Главой Божьей любви. Первое послание от Иоанна. Первую Иоанну. Четвертая глава. Четвертая глава. С первого стиха. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Возлюбленные, не вярвайте на всякий дух, но испытывайте духовите дали са от Бога, за что-то много лжепророции излязуха по света. Духа Божия, духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисус Христа, пришедший во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисус Христа, пришедший во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. А никой дух, который не исповедует Спасителя, не е от Бога, и това е духът на Антихриста, за кого-то сте чули, че Иди и сега е вече в света. Дети вы от Бога и победили их. Ви сте от Бога, дечица, и победили сте ги. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Защото е повелик он, който е в вас, от он, който е в света. И смотрите, не написано, что с нами. И тук не пишет, че е с нас, а тот, кто в нас. А този, който е в вас. И как вот нам определить, что Бог в нас? И как да определим, че Господ е в нас? Давайте мы прочтем. Нека прочтем. Они от мира, потому что говорят по-мирски, и мир слушает их. Те са от света, за това светски говорят, и светът тях ги слуша. То есть и лжепророки. Мы от Бога. Не и сме от Бога. Знающий Бога слушает нас. Който познава Бога, нас слуша. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Който не е от Бога, не ни слуша. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. По това распознаваме духа на истината и духа на заблудата. Смотрите, это написал апостол и пастор Иоанн. Това го пиша апостол и пастор Иоанн. Его называли Иоанн Богослов. Он имел сан в церкви. И той имал чин в церкви. Он был проповедником. И он был пасторем нескольких церквей. Невероятный авторитет на то время. Невероятен авторитет по това время. На то время, когда все другие апостолы были убиты. Когато другие апостоли са били убити. Не умерли своей смерти. Не са умрели със своя смерт. Все умерли мученически. Обаче са били убити мученически. И остался один апостол Иоанн. Который жил очень долго. Больше 90 лет. И он говорит о том, как узнавать духа Антихриста. Те, которые слушают, они от Бога. А те, которые не слушают, они носят дух заблуждения. И как сегодня нам узнавать? Кто слушает постарей? Кой слушает пасторей? Кто ходит в живую церковь в Иисус Христос? Находится в послушании. И се намира в послушании. И является частью команды. И се явява часть от экипа на местната церковь. Понимаете, да? Команды мы можем сделать намного больше, чем в одиночку. Когато сме заедно, можем да направим много повече, отколкото, когато сме с нами. Вот в этой духовной войне и в тази духовной битке. Ну, в одиночку. Сам. И тем более без Иисуса Христа. И наивече без Иисуса. Но это просто ни о чем. Твое нищо. Вы знаете, вот чем, вы знаете, что я был в спецподразделении в армии. И вы знаете, что я служил в спецподразделении. Вот чем отличается командир, например, командир отделения. И по какво се различава командващие на отделението? Допустим, сержант. Например, сержант. Или командир взвода. Или командващие на взвода. Например, старшина. Старший. Или в офицерском звании. или в офицерското звание. Старший лейтенант или капитан. Чем он отличается от простого солдата? По какво се различава от обикновен войник? И солдат скажет, кто такой вообще? И войника ще кажет, какъв си? Ну так или не так. Я хочу сказать о том, что сержант, он не умнее солдата в своем отделении. Не умнее. И может быть даже он менее образован. Во время военных действий в твоем отделении может быть профессор. Человек с двумя или с тремя высшими образованиями. Но сержант это кто? Это тот человек, который призван командовать во время военных действий. И если ты его не слушаешь, ты просто погибнешь. Притом очень быстро. А если ты в составе отделения выступаешь, согласована и си в послушание, ты можешь нанести очень большой урон врагу. Можешь да нанесешь много голям урон на врага. Но так или не так. Командир извода. Ну кто такие офицеры? Это просто те люди, которые посвятили себя воинской службе. Всю свою жизнь посвятили. Они получили высшее образование. Они знают, что такое рекординсценировка. И могут напишать это слово без ошибки. Хотя про одного полковника писали, что в слове рекординсценировка он делал 13 ошибок. Потому что это слово реально сложно. Что такое стратегия и тактика? Как читать карту? То есть офицер для этого обучен. А мы говорим кто такой вообще командир извода? Да мы как-нибудь сами там. С усами, да? Мы умеем воевать. Уйдем в лес и будем партизанами. Ще заменим в гората и ще сме партизани. Очень хорошо обучено воинское подразделение под командование опытного офицера. Это очень опасное подразделение. И оно будет наносить очень большой урон врагу. То есть мы узнали как узнавать дух заблуждения. Кто послушен в церкви тот идет за духом истины. Кто не послушен в церкви тот идет за духом заблуждения. Это не я так говорю. Библията говорит. Апостол Ян так говорит. У которого был колоссальный опыт на то время. Просто невероятен опит. И дальше. И нататък. Возлюбленные. Будем любить друг друга потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит Бога тот не познал Бога потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том что Бог послал в мир единородного Сына Своего чтобы мы получили жизнь через Него. В Това сияви Божия это любовь к нам че Бог исправит на свято свой единороден Сын задоживем через Него. В том любовь что не мы возлюбили Бога но Он возлюбил нас и послал Сына Своу в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга то Бог в нас пребывает и любовь Его и любовь Его совершенно есть в нас. Я задал вопрос как мы можем знать что Бог в нас. И в эпитах когда распознаем че Бог и в нас. Вот ответ. Если мы любим друг друга то Бог в нас пребывает и любовь Его совершенно есть в нас. Совершенно. любовь любов и в нас еще немного. Что мы пребываем в Нем и в нас узнаем из того что Он дал нам от Духа Своего. По това познаваме че пребываме в Него и Той в нас гдето не е дал Духа Си. И мы видели и свидетельствуем че Отец прати Си да бъде спасител на света. Кто исповедует что Иисус есть Сын Божий в том пребывает Бог и Он в Боге. Ако някой исповедует че Иисус е Божият Син Бог пребыва в Него и Той в Бога. Вот в начале мы читали про то как узнавать Духа Антихриста. И в начало то читахме как да разпознаем Духа на Антихриста. Что кто исповедует что Иисус Христос. Че който исповедует че Иисус Христос это не просто имя и фамилия. Христос как переводится? Он помазан. Он Мессия. Он Единый Спаситель. Он Бог пришедший воплоть. Это имеется ввиду. Бог который пришел воплоть. Это есть Дух Истины. Кто исповедует что это не Бог вообще? Иисус Христос обычный человек. Имя Его Иисус а Христос это просто фамилия. Он родился и умер. И Он не воскрес. Это все ложь. Вот это настоящий Дух Антихриста. Согласны со мной? И есть очень хороший признак который здесь так же описан. Има много хубав признак который описан тук. Что если мы в мире поступаем так как Он. Человек в святу поступам и както Той би поступил. Сейчас я найду этот стих. 17-й, да? Так. 17-й стих. Любовь до того совершенства достигает в нас что мы имеем дерзновение в день суда потому что поступаем в мире всем как Он. Когда мы в этом мире поступаем так же как Иисус Христос поступал. Несомненно Бог в нас. Вы можете поступать так как Иисус Христос поступал? Да обичате тези които ви мразят. Да благославляйте тези които ви проклинат. Молиться за обижающих вас. Да символите за тези които ви убеждат. Всячески благотворите тем, которые вас гонят за имя Иисус Христа. Так поступал Иисус Христос. Иисус исцелял. Иисус освобождал. Иисус воскрешал. И Иисус спасал. И Он сегодня хочет. Очень хочет. Очень желает. Все это делает через нас. Его жизнь может продолжаться только через нас. И живота может продолжаться саму через нас. мы церковь кто мы? Мы есть невеста Иисуса Христа. Это так или не так? Так или нет? Знаете вот буквально на этой неделе Бог мне так открыл. И та заседмица Господь мне показал я делился. О том, что вы знаете вот невеста стоит а за невестой стоит могущественный жених который все может понимаете? И вы знаете вот этот жених он говорит невеста своей он говорит на невеста ты вот только мне прошепчи само да мне шепнешь ты вот только мне намекни ты только проговори и я все сделаю ради тебя и аз ще направи всичко заради теб потому что ты моя невеста и я тебя очень сильно люблю и аз много тебя обичам и я за тебя душу свою положил и ще положи душата си за теб и всички ангели на Господа се подчиняват на меня и я сегодня Господь Саваоф и днес съм Господь Саваоф Господь воинств Божий аминь или не аминь вот просто прошепчи просто да го шепнешь и вы знаете а иногда невеста стоит и просто лень молиться не хочется и понякога булката стои и даже я мрзи да се помоли а чем угодно за каквото си поиска а суетилась в суета я скажу простую евангельскую истину я ще кажу една просто евангельская истина ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся Его если просто ты скажешь или попросишь вот Господь пожалуйста я прошу Тебя Господи моля Те исцели вот этого человека исцели този человек спаси этого человека спаси този человек спаси моих родных ангелы уже идут в том направлении ангелите вече ворвят в тази посока трудиться и работать Господь вступи за моего сына Господи заступи за мою дочь и ангелы уже пошли они уже в пути потому что ты невеста Господня и ты попросил мы верующие мы даже не понимаем иногда какой властью мы обладаем знаете я простой пример приведу я ехал как-то с Бургаса я ехал уже темнело и вече сестамняваши и я смотрю что на дороге пусто как-то раньше я помню что вот животные перебегали то шакал перебежит или некой волк то заяц передо мной прыгает вот так стадо кабанов мы видели вот таких кого мы только не видели на дороге а сейчас просто пусто я спрашиваю Господу про себя молюсь говорю Господи что случилось думаю что наверное года два прошло как я не видел никаких животных Господи покажи мне и вы знаете Бог открыл мне очень простую молитву мне почему-то стало немножко стыдно к самому Господу обращаться с такой ну меркантильной просьбой я помолился ангелам и я им приказал и им заповядах я сказал так со власть я был один в машине поэтому никто не подумал что я сумасшедший я сказал ангелы Господни прямо сейчас просто покажите мне что в этом лесу все нормально что животное на месте что никто их там не травит не поливает сверху покажи что все хорошо и вы знаете вот что-то случилось я продолжаю ехать я проезжаю баню проехал обзор и тут началось я не буду говорить кто выбегал потому что вы мне не поверите потому что их было много выбежал один потом ну скажу так что пара шакалов выбежала видно двойка такая пара семейная потом за угол поворачиваю еще стоит то есть в общей сложности я увидел шесть животных и потом когда я уже проезжал старое Оряхово там на вершине на пригорочке сидел заяц большой крови вы знаете радости моей не было просто предела я не мог этому поверить я никогда не видел столько животных за один короткий промежуток времени и знаете я немало не сомневаюсь что это произошло по моей молитве потому что я очень попросил от всего сердца попросил потому что у меня были переживания слава Богу я уже заканчиваю вот моя проповедь сегодня на эту тему была укрепляйте с Господом и могущество на силы Его каким Господом не только тем Господом который был распят не только тем Господом который был мучен но сегодня Иисус Христос пребывает в своем прославленном теле многие его подобны халки лавана раката му са много силни голос его как шум вод многих гласът мое като на много води от устата му излиза остр меч я хочу сказать так что если в нас Бог то враг уже обречен но кто может воевать с Богом кто может с Богом воевать вообще Иисус Христос содержал полную победу 2000 лет назад поражение происходит только на уровне мышления человека если он не верит в Писание если он не верит Божьему Слову если он не верит Божьим обетованием что Писание говорит Божье обетование это всегда да и аминь если Бог обещал то Он исполнит Той исполни я всегда так говорю что больше 90% Божьего Слова уже исполнилось на земле там осталось каких-то несколько процентов и допустим если Бог уже исполнил 98 своих пророчеств но неужели Он не исполнил оставшиеся 2% осталось 2-3% то что еще не исполнилось и то что описано в книге Апокалипсис давайте мы мобилизируемся друзья мы живем последнее время и здесь в Варни в Болгарии нужна мобильная армия Иисуса Христа пусть это будет отряд пусть это будет взвод пусть это будет полк но Иисусу важно чтобы это было как одно единое целое как одно сердце и как одна душа можете сказать на это Аминь давайте мы сегодня встанем еще раз и вы сегодня знаете мы просто помолимся вот этой молитвой невесты я хотел бы предложить помолиться знаете наша брань написана не против крови и плоти а написана против начальств против мероправителей против духов злобы поднебесной и вы знаете неспроста написано против начальств у демонов есть начальство у полч бесов есть определенные такие господа если мы как церковь поражаем начальство и власти в поднебеснике то бесы обезвреждаются они лишаются всякой силы мне бы очень хотелось чтобы по крайней мере в Варне что-то начало происходить уже чтобы люди знали но это происходит потому что в Варне есть живая церковь потому что они молятся с властью давайте мы помолимся с властью дорогой Иисус мы твоя невеста и ты наш жених и мы сегодня повелеваем кровью Иисуса Христа всяким бесовским начальством и мероправителем тьмы века сего и на управляващи на този век в этом городе Варна убраться вон из этого города мы просто сокрушаем это бесовское воинство потому что тот кто в нас больше того кто в этом мире Сатана убирайся вон из этого города мы проложаем здесь над этим городом защиту драгоценной крови Христовой мы благословляем власти и начальства которые установлены в этом городе благословляем мэра этого города благословляем его команду которые которые реально что-то делают для этого города но пусть это умножится пусть дороги будут новыми пусть чистота придет в этот город и духовная и физическая пусть порядок божий порядок придет во всякое предприятие пусть придут в этот город большие финансы потому что уровень сервиса будет просто на самом высоком уровне обслуживание клиентов в ресторанах в отелях просто с большой Божией любовью потому что Божия любовь приходит в те места в которых молятся в которых есть действенная церковь послушна Святому Духу спасибо тебе дорогой Господь за то что ты в этом городе Бог Богов Господь Господствующих Владыка Владык и Царь Царей мы молились молитвой согласия во имя нашего Господа Иисус Христа Аллилуйя Аллилуйя если согласны скажите Аминь и прямо сейчас вот в этом Божьем присутствии попросите о чем-то лично Иисус Христа Дух Святой ждет ангелы ждут распоряжения помолитесь за своих ближних помолитесь о чем-то очень дорогом и важном для вас попросите у Иисуса лично сделайте это шепотом но вслух не думайте что просто это мысленно как-то очень важно это провозгласить потому что в начале было слово все начинается со слова просто проговорите о спасении своих родных о чьем-то исцелении о чьем-то освобождении Иисус Христос не изменился Иисус Христос не се променил Он вчера сегодня вовеки тот же Бог и в нем нет ни тени перемена спасибо тебе Иисус мы тебя благодарим за то что ангелы уже тронулись они долго ждали когда невеста попросит и они рады исполнить то о чем мы сегодня попросили и в ближайшее время вы увидите и услышите ответ своими глазами и своими ушами поблагодарите Бога будьте Богу благодарны потому что Он очень сильно любит нас спасибо тебе дорогой Иисус и мы молились во имя нашего Господа Иисус Иисуса Христа Иисус Христос Церковь Божия Амин Аллилуйя